Друзья, всем привет! С вами ваш айти-балабол Николай Сверидов, и это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем балаболить про айтишечку без стереотипов, и сегодня мы посвятим наш ролик разбору некоторых задач с лид-код из подборки самых популярных задач со собеседований в Amazon. И я решал задачи в прямом эфире во время трансляции, создал опрос в группе и задал подписчикам любимым, то есть вам вопрос, а как лучше разбирать эти задачи в прямом эфире, пытаться их решить, либо делать ролики, в котором я все это дело буду выкладывать, объяснять уже прорешенные задания, скажем так. И вы проголосовали за то, что нужно делать отдельные ролики, поэтому давайте посмотрим, что получится. Мне кажется, это сильно сэкономит время. Сегодня рассмотрим с вами 4 задачи, какую я ставлю цель. Дело в том, что не у всех есть подписка на лид-код, особенно с учетом того, что довольно проблемно сейчас ее оплачивать, и как бы не все хотят там тратить 100 с лишним долларов на год для того, чтобы это сделать. Соответственно, я буду для вас задачи самые популярные из подборок разбирать, показывать наиболее оптимальные решения, будем смотреть в предлагаемые варианты, и, собственно, будем готовиться к собеседованию в Amazon, в обозримом каком-то далеком будущем, я думаю. Ну, то есть, наш путь нацелен на фанк. И давайте с вами посмотрим, что ждет нас сегодня за задачи. Какие это? Сумма двух чисел, контейнер с наибольшим количеством воды, перевод арабских чисел в римский, перевод римских чисел в арабские числа. И я публикую те задачи, которые я буду разбирать в своем телеграм-канале, в разделе топики мысли главбалабола, и, соответственно, оставлю их обязательно по ссылке в первом комментарии. Друзья, но прежде чем мы перейдем к разбору этих заданий, я бы хотел обратить ваше пристальное и драгоценное внимание к моему бусте, на котором вы можете отблагодарить меня за мой контент не только лайком, репостом, но еще и финансово. Друзья, для меня очень важны ваши донаты, микродонаты, и для ребят, которые оформят для себя повышенные уровни участия, у меня есть очень приятные плюшки, с которыми вы можете ознакомиться также на странице Boosty. Отложенный контент, закрытые лекции и ежемесячные междусобойчики, все это уже есть в подписочной системе, поэтому присоединяйтесь к нашему сообществу, будем очень рады. Ну, а мы, собственно говоря, начинаем. Давайте рассмотрим сначала первую задачу, которая называется сумма. И, значит, что у нас здесь имеется? Есть условия. Нам дан массив целых чисел nums и какого-то integer target, то есть целевое число, которое мы хотим получить. Нужно вернуть в качестве ответа индексы двух чисел, которые позволяют нам в ходе своего сложения получить вот этот вот самый заданный таргет. И нам какое ограничение дают? Что у нас возвращается только одно решение, то есть exactly one solution and you may not use same element twice. То есть мы не можем использовать один и тот же элемент дважды. То есть если у нас есть вот такой вот массив 2, 7, 11, 15 и, допустим, таргет у нас был бы 4, мы бы не могли использовать два раза вот эту вот двойку. То есть здесь бы у нас получился бы на выходе пустой список. И нам говорят, что мы можем возвращать ответ в любом порядке. То есть имеется в виду, что если в данном случае в example 1 у нас nums 2, 7, 11, 15, таргет 9, мы возвращаем 0 и 1, то есть 2 и 7. И, в принципе, если бы мы вернули 7 и 2, то нам бы тоже вполне себе это засчитали. И дают объяснение, что explanation, because nums 0 плюс nums 1 равно 9, we return 0 и 1. Второй пример. 3, 2, 4, таргет 6. Точно так же возвращаем 1 и 2, потому что 2 плюс 4 равно 6. И третий пример. Обратите внимание, у нас здесь дубли. То есть две тройки, таргет 6. Соответственно, мы возвращаем не 0 и 0 и 1 и 1, мы возвращаем 0 и 1. Дальше у нас идут constraint и ограничения, которые накладываются на данную задачу. И длина нашего массива может быть от двух элементов до 10,4. То есть у нас не будет ситуации, когда мы на вход подаем пустой список. Можно не рассматривать этот случай. Также можно не рассматривать случай, когда у нас только два элемента. Числа у нас в нашем массиве могут быть как положительными, так и отрицательными. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И таргет точно так же. Он может быть как положительным, так и отрицательным. И написано, что only one valid answer exists. То есть не может быть там нескольких правильных ответов. И нам сразу говорят, can you come up with an algorithm that is less than o at n2 time complexity. То есть нам сразу говорят, можете ли вы, как дополнительным заданием, сделать алгоритм оптимальнее, чем o от n в квадрате. Соответственно, давайте мы сразу с вами перейдем в раздел решения. То есть тут есть solutions, мы это не будем открывать. Тут вот эта вот страница черная, это, как я понял, это бесплатная подписка, когда, точнее, просто для всех юзеров, то есть тут доступна эта история, можно просматривать. А для платников, вроде меня, для богатеньких условно буратин, можно зайти, вот я захожу в explore, и lead code explore. Сейчас у меня откроется вот эта вот штука с амазоном. 7% прорешали. Значит, erase and strings. Открываем, вот у нас to sum. Значит, две суммы. Значит, все то же самое условия, те же самые ограничения, хинты есть. То есть, смотрите, здесь в платной версии он нам может подсказать, как действовать. Ну, давайте сразу пойдем в solution и почитаем, что же нам здесь предлагается сделать. Официальное решение, да, официальное solution. Значит, первый подход нам предлагается brute force. Что такое brute force? Это тупой перебор, когда мы берем и наш массив просто лопатим, если мы вот, допустим, возьмем 2, 7, 11, 15, то мы начнем с двойки и семерки. Сложим, проверим. Девятка получилась? Получилось. Нам повезло. Но если бы, допустим, 2,7 где-то в конце было, то у нас, или какой-нибудь таргет другой был бы, то у нас бы получалось, там, мы бы хотели получить, допустим, вот у нас 11, 15, мы бы хотели получить 26. И мы бы перебирали, значит, 2 плюс 7, 2 плюс 11, 2 плюс 15. Дальше, значит, что? 7 плюс 11, 7 плюс 15, 11 плюс 15. Какая бы у нас сложность получилась? Получилась бы сложность n квадрат, потому что мы, по сути, делаем 2 вложенных цикла и считается то, что, ну, все, это вот, даже если это там n квадрат пополам, хоть n квадрат на 100 тысяч, все равно это будет сложность n квадрат. При увеличении количества элементов в списке у вас пойдет, в общем, все плохо по времени. Соответственно, этот вариант нам не очень подходит, хотя, разумеется, лидкод, он такое решение пропустит, и брутфорсом вот предлагается решить с помощью этого подхода. Но тут, как написано, complexity analysis, time complexity o от n квадрат. Для каждого элемента мы пытаемся найти, значит, комплимент, то есть какой-то комплимент, по-моему, это по-английски переводится как дополнение, значит, by looping through the rest of the array which takes o at n time. Ну, в общем, смысл такой. Мы для каждого элемента перебираем историю с сопоставлением его с другим элементом, и получается, что мы получаем по проходу цикла o от n. И при переборе второго цикла, когда мы, значит, ну, то есть мы двигаемся по двум числам, то есть внешний цикл – это ситуация с первым числом, да, который мы смотрим, и мы крутим второе число, вот это внешний цикл, а внутренний – это когда мы перебираем число, которое мы с двойкой складываем, то есть как второе слагаемое. Ну, судя по всему, да, комплимент, it's complement, слагаемое. Надо будет посмотреть, как это переводится. Значит, и space complexity o от 1, то есть место вообще не занимает никакого, и это плюс. То есть здесь у нас o от n, мы никаких дополнительных сущностей не заводим, мы просто работаем с нашим исходным массивом. И второй подход, который мы с вами рассмотрим, и у которого сложность по памяти o от n, что вполне себе допустимо, ну, и самая главная сложность по времени тоже o от n, это использование хеш-таблицы. Что такое хеш-таблица? Это не что иное, как мой любимый словарь, который я люблю брать в работу и везде пихать его, потому что это очень крутая вещь. Значит, написано to improve our runtime complexity, то есть для того, чтобы улучшить наш user experience, нам нужно какой-то более эффективный алгоритм для проверки наличия вот этого второго слагаемого в нашем массиве. То есть первое у нас есть, мы его рассматриваем, как вот скажем так, вот мы взяли какое-то число и хорошо, мы теперь ищем второе число, которое при добавлении к нашему первому исходному позволит нам получить таргет. И нам нужно каким-то образом значит, от чего-то плясать. Значит, перебором все здорово, но долго. Что нам предлагается сделать? Нам предлагается создать хеш-таблицу, которая бы внутри себя хранила позиции наших элементов, которые мы перебираем. и в чем идея основная? Что когда мы составим нашу хеш-таблицу с нашими элементами, вот допустим возьмем массив 2, 7, 11, 15, как это будет у нас выглядеть? Давайте пойдем в PyCharm и я попробую здесь нарисовать тесту сам. давайте я буду вот под, ну, или над тестами лучше я буду это калякать. Вот этот brute force позорный, я его, ладно, я его оставлю. Значит, что имеется в виду под хеш-мапой? То есть, вот такая вот у нас штука и мы получим вот такой вот словарь с какими элементами, допустим, 2 у нас на позиции 0, значит, 7 на позиции 1, 11 на позиции 2, 11 на позиции 2 и 15 на позиции 3, 15 на позиции 3. При этом, если у нас, допустим, бы встретилась еще одна двойка, то ничего страшного, мы бы потом пришли на самом деле и перезаписали вот это значение по ключу 2 на четверку, потому что у нас есть ограничение в нашем условии, что решение может быть только одно. Соответственно, нас такой вариант вполне себе тоже устраивает, ничего страшного в этом нет, у нас примут любой ответ. На это важно обращать внимание, потому что это очень сильно меняет условия, точнее, метод решения задачи. И вы спросите, а что же, собственно, с этой историей делать? Дело все в том, что если у нас, допустим, есть какой-то таргет, таргет, да, равно таргет, равно 9 у нас, то, значит, мы берем двойку, например, ну, точнее так, мы вот составили эту хешмапу, мы знаем, что таргет у нас равен 9, и что мы теперь можем сделать? Мы теперь можем пройтись по всем ключам словаря и, по сути, проверять, значит, если мы берем от девятки, отнимаем двойку, ну, допустим, 9 минус 2 равно 7. Мы говорим, а семерка вообще есть у нас в словаре в нашем или ее нет? Она есть, вот мы ее видим, соответственно, смотрите, мы знаем позицию двойки в нашем списке, то есть, это, ну, в данном случае четверка, да, и знаем позицию семерки, это единица. Соответственно, мы сразу же получаем ответ. Ответ здесь будет 4 и 1. Если бы у нас тут вот в конце двойки не было дубля этого, то мы бы получили здесь 0 и 1, то есть, здесь бы было вот так 0 и 1. И если мы посмотрим в предлагаемое решение, мы как раз и увидим здесь 0 и 1. Давайте возьмем какое-нибудь другое число, вот возьмем то же самое 26, да, таргет у нас 9, таргет у нас 26. Теперь давайте поговорим про 9, то есть, что у нас 26 минус 2. Это сколько? 24 получается. Дальше идем. 26 минус 7. Это получается 19, да, 26 минус 11, да, равно 15. И 26 минус 2, а, уже было 26 минус 2, 26 минус 15, равно 11, вот. И давайте посмотрим, вот то, что мы получили, допустим, мы 2, 7, 11, 15, вот мы сначала двойку, и из таргета вычли двойку, получили 24. 24 есть у нас в хешмапе? Нет, такого нет. Дальше, вычитаем семерку, да, следующий элемент, получили 19, есть у нас 19 в хешмапе, в нашем словаре? Нет, отсутствует. Дальше, 26 минус 11, следующий элемент вычитаем. Получаем 15, спрашиваем, а 15 у нас есть в нашем прекрасном, значит, в нашей хешмапе? Вот мы получаем, мы видим, что 15 у нас действительно есть, у нее третья позиция, соответственно, мы можем вытащить, ну, 11, мы знаем, что у нас на второй позиции, значит, ответ у нас получается 2, и 15 у нас на третьей позиции, 2 и 3, вот таким вот незатейливым образом. Теперь давайте поговорим о реализации, то есть что нам нужно сделать первым шагом? Мы объявляем какую-то нам мэп, я ее назвал, то есть это словарь. В начальный момент времени он у нас пустой. Дальше, я говорю, что я буду крутить свой цикл, то есть мне нужно заполнить словарь вот такой вот историей. Вот это вот я сотру, дабы было видно выше нашу хешмаппину. Значит, я хочу заполнить этой историей, значит, нам мэп. Дальше, элемент из массива, то есть вот этот, да, то есть нулевой в данном случае, то есть мы не позицию сначала сохраняем, а мы сохраняем по ключу элемента, да, то есть нам мэп, то есть мы за ключ берем двойку в данном случае и записываем туда и, то есть мы записываем туда позицию, значит, у нас получается два ноль. На следующей итерации мы, у нас и увеличится, станет единицей, мы запишем семерку, как ключ, и позицию, значение, как единица, как единица, точнее, в качестве значения мы подтянем позицию, то есть единицу, то есть наше и. И вот таким вот образом мы получим вот такую вот хешмаппу, то есть мы сделали заполнение нашего словаря, при этом мы прошлись н раз, да, по нашему списку, один раз прогулялись по нему. Теперь мы пишем второй цикл, но смотрите, это не вложенные циклы, то есть в чем разница, вот когда мы делали братфорс, это был вложенный цикл, соответственно, у нас получалась сложность н квадрат, здесь циклы последовательные, то есть это, ну, два н, например, даже если мы все обойдем, но никак там не н квадрат, а два н это, ну, по сути это и есть н, потому что не учитываются множители у нок в комплексе. Значит, что мы делаем? Мы считаем разницу, я назвал переменную div, и значит, смотрите, мы крутим точно такой же цикл for e in range len nums, и говорим, что div, значит, от таргета, то есть от 26, допустим, отнимаем очередной nums i, то есть смотрите, мы говорим, что мы вычитаем nums i, то есть это что? Это nums, то есть наш массив, it, то есть мы вычитаем вот эту двойку, мы точно знаем, что, ну, двойка у нас 100% она есть в нашей хешмапе, в нашем словаре, ну, не может быть иначе, то есть у нас все числа, которые есть в нашем массиве, они все присутствуют в нашем словаре, то есть мы вычли, получили div, то есть nums и точно там присутствует, теперь нам нужно проверить, а div вообще в nums map у нас входит, значит, мы смотрим на наш nums map, то есть если мы вот так вот спрашиваем, и div in nums map, то есть он проверяет по ключам, питон проверяет вхождение ключа в таком случае, и он спрашивает, а есть у нас div в нашем словаре, значит, target минус nums, это получилось что у нас? 24 получилось, 24 у нас нет, соответственно, ну, на вторую половину мы даже вот сюда и не смотрим, я чуть позже скажу, что это, это второе слово, которое у нас должно выполняться, и вот у нас не выполняется, не выполняется, в какой-то момент мы приходим к тому, что мы вычитаем из 26, вычитаем 11, и и у нас имеет значение 2 здесь, да, потому что нам с it, значит, и равно 2, значит, 11 вытащим, получим мы 15, мы спрашиваем, а 15 у нас есть в нашем словаре? Нам говорят, да, есть, вот она пятнаха, пожалуйста, при этом, точнее, не вот она, а вот она, да, и соответственно, у нее позиция третья, то есть для 11 мы знаем позицию, исходя из того и, которое мы сейчас крутим, для 15 мы получаем позицию из нашей хешмапы, достаем тройку, и в таком случае мы берем и просто возвращаем массив, в котором у нас и, и нам map div, почему нам map div, потому что, как я сказал, мы получили 15, нам нужно теперь позицию получить, значит, отдаем в нам map 15 наш div, да, и получаем троечку, соответственно, здесь будет и, и нам map div, замечательно, все, мы вернули, как бы задачу решили, вы скажете, а что вот касательно, вот это вот вообще зачем, если и не равно нам map div, а вот это перестраховка от той ситуации, ребята, когда у вас получается так, что вы наткнулись на число, которое у вас, допустим, вы попытались вычесть число само из себя, да, то есть вы взяли, допустим, отсюда семерку, вычли, значит, семерку, допустим, у вас число, у вас таргет может быть 14, да, и у вас такая ситуация, что вы вычитаете из 14, да, вы вычли семерку, причем семерка у вас имеет позицию какую, один в списке, да, и равно одному, при этом вы получаете в дифе семерку, и вы идете вот в эту map, и говорите, а семерка есть? Ну да, есть, то есть вот это условие у вас выполняется, но вы достаете позицию один, то есть вы фактически семерку используете два раза, соответственно, у вас будет неправильный ответ, вам вернется один-один, это неправильно, соответственно, вот это условие обязательно, то есть вам нужно сказать, что и не равно нам map.div, вот такая вот история, а в случае, если мы вот этот return никак не отработали, у нас нету никакой, никакого там ответа, удовлетворяющего нас, мы возвращаем пустой список, и давайте с вами скопируем это решение, и попробуем запустить его на платформе LeadCode, посмотрим, насколько оно вообще быстрое, и потом я чуть-чуть покажу вам, ну, немножко рефакторинг по памяти, я тут экспериментировал, ну, смотрите, здесь вот такая история, я делаю submit, он у меня запускается, accepted, я нажимаю more details, и смотрите, как здорово мы пролезаем по времени, то есть смотрите, runtime 60 миллисекунд, то есть лучше, чем 69, лучше, чем 70% решений, которые есть, а по памяти, лучше, чем 45 почти процентов, в нашем прекрасном состязании, да, LeadCode'овском, теперь давайте с вами немножко я поменяю, ну, я тут экспериментировал от нечего делать, мне захотелось немножко отладить, значит, решение, что я сделал, вот я знаю, что range объекты, они занимают какое-то количество памяти, я сказал, ну, давайте вместо range просто заведем тупо счетчик, и равно 0, да, и просто вместо range поставлю while, буду наращивать счетчики здесь, все остальное оставлю так же, выглядит криповий, действительно криповий, да, смотрите, 69 миллисекунд, 69,76, 44,95, давайте посмотрим, насколько вообще поменяется ситуация, если я поставлю сюда вот этот второй вариант, давайте я это сделаю, я подставляю сюда, запускаю, делаю submit, опять все прошло, и, значит, смотрите, сколько у нас памяти, 44,95, ну, на самом деле, не сильно лучше стало, вот, ладно, 81,44, ну, вот здесь вот стало лучше, по рантайму, ну, по-моему, побыстрее сработало, вот, но это уже, ну, это детали, мне уже, уже не нужно так докручивать, это мое исключительно личное творчество, что ж, с этой задачей мы, я считаю, хорошо справились, да, лидкод нам подсказал, главное уловить идею, и можно переходить к следующей, следующая задача, контейнер с наибольшим, с наибольшим количеством воды, довольно интересная задача, мне понравилась, значит, в чем история, вот у нас, представьте, что есть вот такие вот прямые вертикальные линии, и нужно, представьте, что каждая из этих линий, это потенциальная перегородка, и вот нас спрашивают, а вот какие из этих двух вертикальных линий, могут удерживать наибольший объем воды, куда мы, который мы можем залить, на самом деле, это все перефразируется гораздо на более простую суть, это, по сути, мы считаем самую большую площадь прямоугольника, которую можно здесь нарисовать, при этом, при том, что у нас, грубо говоря, вертикальная, горизонтальная вот эта черта, горизонтальная сторона нашего прямоугольника, она не должна висеть в воздухе, то есть она должна начинаться из вертикальной черты, и заканчиваться в вертикальной черте, соответственно, здесь тоже можно пойти путем тупого брутфорса, но, как вы можете догадаться, ничего хорошего в этом не будет, это будет, опять же, сложность n квадрат, и, по-моему, когда я решил эту задачу, попробовал решить ее сам, о, кстати, она уровня медиум, я вам скажу, ха, для меня, например, сумма двух, она оказалась более сложной, чем вот эта вот, ну, ладно, значит, каким способом, способом я пытался сначала ее решить, я сначала ее решал путем тупого брутфорса, разумеется, вся эта история у меня не взлетела, и я пошел читать решение, что предлагается в решении, в решении предлагается сделать следующее, значит, ребята говорят, что, так, сейчас давайте откроем Amazon, ребята предлагают определить, значит, некие края, левое, левое и правое, и просто идти, смещать левый и правый край, соблюдая определенные условия, и сейчас мы посмотрим, какие это условия, значит, Erase and Strings, вот контейнер with most water, и solution, solution, давайте посмотрим на solution, нам предлагают сделать, а, я даже, кстати, вот, я не смотрел здесь описание, вот тут вот, two pointer approach, значит, алгоритм с двумя точками, что нам предлагается сделать, я это в хентах увидел, то есть, я сразу с первого хента понял, что, что нужно попробовать сделать, смотрите, попробуйте использовать, вот, two pointers, это подход к решению задачи, то есть, два маркера, поставьте один маркер на левую сторону, и один на правую сторону, всегда двигайте тот pointer, который в итоге смотрит на меньшую, ну, на меньшую линию, да, то есть, в чем идея, объясняю простыми словами, то есть, я как только увидел эту хентулю, но я понял сразу, что они имеют в виду, ребята имеют в виду следующее, то, что, а давайте мы пойдем с концов, то есть, с вот этой палки, и вот этой палки тоже, мы же знаем, вот где они у нас, вот позиция этих палок, ну, то есть, они от нуля до, там, какой-то палки, да, и вот это их высоты, здесь один, здесь семь, и, значит, мы будем идти слева, и будем идти справа, навстречу, до тех пор, пока, ну, где-то не встретимся, да, в середине, условно говоря, пока у нас, значит, значения левые и правые не совпадут, вот этих маркеров, то есть, там уже нам будет неинтересно дальше играть, и что мы будем делать, мы будем на каждый вот этот вот проход, будем измерять размер, площадь точнее нашего прямоугольника, и какая площадь будет у прямоугольника, которая образуется посредством вот этой самой левой и самой правой палки, это вот эта вот площадь, вот она маленькая, соответственно, мы по самой короткой стороне просто берем ее, значит, умножаем дельту между той позицией, на которой мы сейчас смотрим левую палку, и той позицией, на которой правая палка находится, то есть, здесь у меня и нулевое, здесь у меня и получается, значит, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, минус 8, то есть, тут получится 1 на 8, площадь 8, да, и дальше я такой, ну окей, допустим, я буду вот как с максимальными числами, да, мы считаем, что если у меня, ну, начальный момент я задам максимальную площадь как 0, и скажу, что если посчитанная мной площадь сейчас, она больше, чем предыдущая максимальная, я ее подменяю, соответственно, у меня макс становится восьмеркой, да, потому что 1 на 8, 8, и я двигаю, я говорю, а теперь какая у меня, самая маленькая палка, которая из двух, то есть 1 или 7, я говорю, 1, ну значит, я двигаю ее, вот я подвинул сюда, получил восьмерку, следующая палка у меня восьмерка, мы с вами помним, что объем на предыдущем шаге посчитали 8, значит, теперь мы считаем новый, не объем, точнее, а площадь нашего прямоугольника, мы спрашиваем, а какая меньше, 8 или 7, 7, значит, посчитали, получили площадь 7, на что умножаем, 7 на 7, не 7 на 8, потому что, смотрите, у нас теперь разница между позициями, да, то есть мы считаем разницу позиций, здесь дельта, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то есть 7 на 7, получается 49, 49 больше 8, именно площади, которая на предыдущем шаге получилась, больше, хорошо, перезаписали, дальше мы можем подвинуть, ну, на самом деле уже, вот, мы получили максимальное значение, все остальные будут меньше, ну, вот можете проверить, если, допустим, посчитаем, там, перейдем на шестерку, и здесь уже будет 6, на 7, точнее, здесь, смотрите, прошу прощения, я двигаю в таком случае не восьмерку, а я двигаю правый край, то есть я семерку двигаю сюда, то есть у меня будет 8 и 3, соответственно, 3 на сколько, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестью три, 18, да, то есть, ну, понятно, что это меньше 49, и вот таким вот образом мы все посчитаем, теперь давайте посмотрим на, на кодовую реализацию, которую я написал, значит, где контейнер, из мост-вотер, ну, и тут, кстати, вот, я даже что-то дебажил, вот таким вот образом, что я сделал, я сказал, что, ну, давайте определим, и ижи, то есть это, по сути, лево и право, понимая, что плохие имена, давайте я их отрефакторю, здесь я сделаю left, а здесь сделаю right, рефактор, right, и говорю max water value, то есть сколько, изначально это 0, при этом, смотрите, right я определил, как длину своего входного, вот этого height, высоты, минус 1, потому что, ну, у нас нумерация с нуля начинается, надо не забывать об этом, я говорю, до тех пор, пока левая я не равна правой, я буду, значит, говорить, что, смотрите, я левую палку, приравниваю, как высота, то есть height, от left, то есть, ой, ребят, я дико извиняюсь, вот они, left и right, ой, я вас запутал, я вас запутал, извините, извините, давайте сначала, значит, иежи, это просто счетчики, значит, счетчик, который будет у меня идти слева, и счетчик, который будет идти справа, и max water value, и я говорю, до тех пор, пока эти счетчики не сравняются, что я буду делать, я буду говорить, что, значит, левая палка, которую я рассматриваю, это мой массив height от итого элемента, то есть, это тот, который у меня изначально нулевой, он левый, да, а правая палка, это height от g, то есть, последняя палка, то есть, я взял эти крайние палки, дальше я говорю, что текущее значение моей площади, моего прямоугольника, который здесь образуется, я беру минимальное, между тем, той палкой, которая слева у меня, и той палкой, которая справа, то есть, соответственно, он вернет минимальную, да, и умножит на разницу между, между g и i, то есть, g это правая позиция, позиция, а не палка, позиция палки, минус левая позиция, то есть, это длина моей стороны по горизонтали, по вертикали, это будет минимальное между палками, и дальше я проверяю, что если у меня максимальное значение, которое мне было до этого, этого, оно меньше, чем то, которое я посчитал, я заменяю эту историю одну на другую. Если нет, то как бы нет. А дальше я проверяю, что если левая палка больше, чем правая, то есть правая у меня палка меньше, я должен правый указатель сместить. То есть, чтобы сместить правый указатель, я должен ж на единицу уменьшить. Если же нет, то я буду смещать левый указатель вправо. Да, то есть правый Ну, то есть правый указатель у меня идет справа налево, то есть я вычитаю, а левый в таком случае слева направо, и в конце я возвращаю max water value, и все, вот и все решение, ну, и вот мои тесты, мы можем сейчас его, опять же, прогнать, ну, он у меня тут подставлен уже, по-моему, этот код, да, в точности, запускаем, сабмитим, видим то, что все принято, давайте посмотрим, насколько это оптимальное решение. И, смотрите, решение хорошее по времени, значит, 87.96, но по памяти многовато, 27.5, то есть, ну, ладно, память дешевая, можем себе позволить, то есть здесь 35% решений, здесь 34% решений, ну, наверное, можно было бы поотлаживать по памяти, что-то поменять. Но по времени самое главное то, что по времени все это, все прошло хорошо. Что можно попробовать поменять? Ну, наверное, можно попытаться каким-то образом между и, вместо там обойтись без и ежи, но я не думаю, что к этому там проверяющие будут сильно придираться. Память здесь не настолько, мне кажется, критичный фактор в этой задаче. Вот такое вот решение. И давайте рассмотрим еще две похожие друг на друга задачи. Перевод арабских чисел в римские и перевод римских чисел в арабские. Сначала попробуем переводить арабские числа в римские. Откроем эту задачу и посмотрим, что же у нас, что нам тут предлагают решить. Значит, integer to roman. Все довольно просто. Я думаю, вы все знакомы с римскими и арабскими цифрами. Ну, с арабскими уж точно. Ну, и римские тоже, я думаю, видели. Соответственно, наша задача взять и перевести числа, которые у нас в арабском виде записаны, в то, что написано в римское. Значит, смотрите. Input. Мы задаем тройку, должны получить вот три вот такие вот палки. Мы задаем 58, должны получить LV и три палки. Потому что L50, V5 и три, соответственно, три палки. Это тройка. 1994. MCM, XC, палка V. В чем тут основная сложность и в чем вообще головная боль у очень многих? Головная боль в том, что, ну, нельзя просто, да, взять, поделить, там, эмок написать. Проблема в том, что бывают ситуации, когда вам нужно сотенку, там, или единичку отнять от какого-нибудь очередного числа, да. От пятерки отнять единичку и получить четверку, да. От чего? От тысячи отнять соточку и получить 900. И вот от этого начинает голова кипеть. Но solution, который предлагается в решении, он довольно изящный. Мне он очень понравился. Так, а тут нельзя нажать открыть в новой вкладке. Да, вот он открывает в новой вкладке. Значит, что предлагают делать авторы? Я, опять же, очень люблю пользоваться всякими хешмапами. Нам предлагают просто захардкодить всю мапу с, не только с самими числами, которые обозначают, там, тысячи, пятисотки, сотни, полтинники, десятки, пятерки, единицы. Но и вот такие пограничные варианты. То есть CM900, CD400, CXL90, XL40, значит, назову IX9 и IV4. И что будет происходить дальше? Значит, нам предлагается использовать жадный алгоритм. Что такое жадный алгоритм? Вот те, кто читал книгу «Гроком алгоритмы», может быть, помнят, что это алгоритм, который выбирает на текущем ходу самое оптимальное решение. Неважно, что будет потом. Вот на текущем шаге мы будем брать самое лучшее решение. И что мы будем делать? Значит, мы будем, вот тут есть хороший пример. У нас число 671. Мы будем брать и проверять, а вообще у нас хотя бы одна пятисотка. Будем смотреть, сначала содержится ли у нас хотя бы одна тысяча здесь. Ни одной тысячи здесь не содержится. Поэтому мы говорим, ну ладно, эмок у нас точно ноль. Дальше мы говорим, а пятисотка есть? То есть мы, если целочислено на пятьсот поделим, мы хотя бы там вот один раз уложатся. Нам говорят, да, уложатся. Уложатся. И мы получаем здесь, что у нас, смотрите, в шестьсот семьдесят один уложилось пятисоточка. При этом, что я тут упустил? Вот очень важный момент. Тут не очень, скажем так, хороший пример, на мой взгляд. Потому что здесь везде... Вот, кстати. По-моему, for21. So far... Значит, что? DCL... DCL... А, нет, хороший, да, хороший пример. Смотрите, давайте заново. Мы взяли шестьсот семьдесят один. И смотрим на нашу мапу. Значит, M здесь укладывается хоть раз? Не укладывается. Мы говорим, идем к следующей величине, которая в нашей мапе. Девятьсот следующая величина. Не пятьсот, прошу прощения. Девятьсот укладывается хоть раз? Опять не укладывается. Не подходит. Идем в пятисотку. Пятьсот укладывается? Укладывается. Значит, первое, что у нас будет, это D. То есть мы прямо ее пишем, D. Все, с ней решили. И дальше мы говорим, что... А теперь давайте из шестиста семидесяти одного вычтем это пятьсот. То есть мы берем и вычитаем, получаем сто семьдесят один. D мы уже записали. То есть пятьсот уже у нас лежит. Вот остаток сто семьдесят один. Смотрите, не делим там ничего, не остаток от деления получаем, а просто вычитаем. Дальше мы должны запроцессить сто семьдесят один. Мы спрашиваем точно так же. М укладывается? Не укладывается. СМ не укладывается. Д не укладывается, потому что пятьсот не укладывается. СД не укладывается, потому что тут четыреста. Приходим к С. Мы говорим, что ну С у нас вполне себе укладывается, потому что ну сто семьдесят один, можем сто отнять. И смотрите, мы пишем С, то есть у нас уже ДС. И теперь от ста семьдесят одного отнимаем сто. Получаем семьдесят один. И тот же самый принцип. То есть вот это не укладывается, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже не укладывается. Приходим к Эльке. Да, то есть тут у нас полтинник получается. Мы должны отнять пятьдесят. От нашей, ну то есть Элька у нас укладывается вполне себе. Вот мы получаем DCL. Видите, DCL мы получили. И теперь от семьдесят одного отнимаем пятьдесят, получаем двадцать один. На следующем шаге мы все так же проматываем, да, и получаем, доходим, вот Excel не укладывается, доходим до десятки. И видим, что десятку у нас укладывается. Причем, почему я обращаю ваше внимание, что делается вычитание, а не какое-либо другое действие неделения. Потому что, вот смотрите, десятка у нас уложилась, да, причем пускай даже несколько раз, там, в двадцатке и в тридцати одном тоже, там, три десятки аж уложилась бы. Что мы делаем? Мы добавляем один крестик, да, то есть DCLX у нас получается, и отнимаем от двадцати одного десять, у нас остается одиннадцать. И в одиннадцать у нас еще одна десятка укладывается, и мы дописываем сюда еще крест. Одиннадцать минус десять равно один. И вот у нас остается единичка, да, мы опять же все это пробиваем. Мы видим то, что вот у нас кол, мы его присобачиваем в конец. И у нас получается вот такой вот ответ. При этом, смотрите, в чем история. Вы можете спросить, а как же вот эти CM, CD, XC, XL, там, IX, IV. Вот если бы у вас было, допустим, 971, вот здесь вот, а не 671, то мы бы записали сюда не D, а мы бы сюда записали CM. Вот оно в чем, в чем все искусство. Мы бы записали сюда CM и вычли бы из 971 900 и дальше бы работали со 171. Точнее, прошу прощения, не 171, а просто 71. И у нас бы получилось, что вот это вот, где тут 71 мы разложили, D, C, это, значит, D с пятисоткой, это D, C, 71 остается. Значит, у нас получилось бы L, ну вот, вот такая бы штука, только было бы тут не D, C, да, не 600, а вместо 600 было бы CM. А вот этот хвост остался бы таким L, XX1. Вот и вся история. А теперь давайте посмотрим на реализацию вот этих переводов Integer to Roman. Значит, реализована хешмапа, диджитмап, 1900, 500, 400, 100, т, т, т. Вот эти все значения, то есть все с картинки перенесено. А дальше, смотрите, вообще просто супермаленький алгоритм. Мы что делаем? Мы говорим, результат res равно пустая строка. Дальше говорим, что я буду итерироваться по items своего диджитмапа, то есть я буду получать кортеж. То есть вот эта вот штука вернет мне кортеж вида, ключ, значение. То есть в первом кортеже 1000, M, 900, C, M, 500, D, 400, C, D и так далее. И я буду говорить, что, смотрите, до тех пор, вот у меня есть поданное на вход число. Я буду говорить, до тех пор, пока у меня мое число делится на арабские, арабские, ну, то есть на арабское число, которое я вытащил из своего словаря, да, то есть из кортежа. До тех пор, пока получается больше нуля, я буду делать следующее. Я буду добавлять к результирующей строке то значение, которое я вытащил из словаря, и уменьшать свое число, которое я рассматриваю сейчас, на значение ключа, то есть, допустим, на 1000, и уходить на следующую итерацию. Что будет происходить, вот давайте опять рассмотрим, возьмем наше, там, какое-нибудь, давайте 971 возьмем. Вот у меня есть число 900, давайте вот я тут напишу, 971. Что будет получаться? Значит, когда я вызову digit map items, то первым кортежем, который у меня будет на распаковку, это 1000 и M. Соответственно, я буду, значит, получать, что? Ну, давайте я даже в дебаггере пройдусь. Вот, solution, давайте я добавлю сюда 971. И ответ, который я ожидаю, это что? CM. Давайте я скопирую. Не помню я, хвост какой у меня будет. Вот так. И вот так. И давайте я запущусь, посмотрю, что тесты пройдут все. Да, все тесты прошли, все правильно. Это я закомментирую. Давайте посмотрим, что у нас, что нам говорит наш алгоритм. Так, что-то я лишнее спилил. Да, рез убрал. Значит, смотрите, я запускаюсь. Я пришел сюда, 971. Смотрите. Первое, что у меня попадает в ArabKey и ROMValue. Значит, в ArabKey у меня 1000, в ROMValue это M. И я говорю, что нам делить на ArabKey. Чему равно? Ну, сколько раз 1000 у меня укладывается? Ни разу вообще не укладывается. И я говорю, что, ну, получается, что, значит, 1000 у меня здесь нету. Да, то есть я в этот цикл, ну, в этом цикле я дальше не буду работать. Да, то есть я даже сюда не зашел. Говорю, ну, хорошо, иду на следующий. Беру следующий кортеж. Следующий кортеж у меня здесь с 900-кой. ArabKey 900, ROMValue CM. Я говорю, а вообще нам на ArabKey оно делится? Там хоть одно вхождение у меня получится. Мне говорят, да, 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 971 есть. 900-ка один раз помещается. Я говорю, тогда CRES прибавь ROMValue CM. И вычти из моего Nama ArabKey. Ну, и присвои обратно в Nama. Соответственно, у меня, смотрите, на следующей итерации, что получится. В RES уже CM записалось. Да? При этом я проверяю, ну, когда я Nama обновил, да, я проверяю, а еще на 900 делится. Почему это нужно учитывать? Потому что, когда мы придем к, допустим, вот где у нас 20 было, вот из 20 мы вычли бы 10. И у нас бы 10 осталось. И у нас бы вот это вот, нам бы нужно было еще раз вычитать. То есть вот этот цикл нам бы понадобился. И давайте посмотрим теперь, что вот у нас осталось в Nama теперь, после того, как мы 900 вычли, у нас осталось 71. 71 на 900 не делится. Идем дальше. На 500 оно не делится. На 400 оно не делится. Да, вот я сюда смотрю. На 100 оно не делится. На 90 оно тоже не делится. На 50 оно делится. При этом, смотрите, когда мы поделили на 50, да, что у нас получилось? Мы из 70, то есть, во-первых, мы добавили к рез букву L 50, да, и из нашего Nama вычли арабки и полтинник вычли из 71 осталось вот 21. Теперь мы говорим, а вот 21 на 50 делится? Не делится. Значит, мы берем следующий кортеж. Какой у нас следующий по счету после 50? 40. XL. На 40 тоже не делится. Хорошо. Что дальше? 10. Вот 10. 21 на 10 делится. При этом, смотрите, оно делится аж, ну, получается, два вхождения у нас, видите? И мы сейчас будем добавлять десятку к нашей L сюда и проверять, значит, десятку добавили, на десятку уменьшили наше Nama, оно теперь 11. И теперь проверяем, а вообще там, ну, хоть еще разочек делится? Поэтому мы берем и еще десятку присобачиваем. И, опять же, точно так же вычитаем. И потом приходим и видим то, что, смотрите, у нас осталось единицы, на десятку больше не делится. Идем, ну, у нас остается, что 9 не делится, 5 не делится, 4 тоже не делится. Остается один, и оно делится. И мы с вами получаем результат, который и ожидали. Вот он, CMLXXI. Все, наш тест прошел. Вот такая вот задача. Теперь давайте с вами рассмотрим обратное преобразование, когда у нас есть, что? О, у нас есть римские цифры, и нужно их преобразовать в наши прекрасные арабские цифры. Давайте откроем лидкод. Roman to integer. И откроем. Да, при этом давайте с вами попробуем запустить решение, которое мы получили. Значит, так, единственное, что integer to roman. Я вам покажу, на каком мы месте, когда запускаем такого вида решения. Смотрите, вполне себе неплохо. Ну, то есть, куда-то вот в среднюю группу мы попадаем. Не сильно паршив. Ну, как бы, посмотрите, прям вот 76. Такой оптимум и по памяти, и по времени. Супер, мы молодцы. Давайте теперь посмотрим на обратное преобразование, когда римские цифры мы лопатим в арабские. Ну, условия просто обратные у нас в данном случае. И давайте посмотрим на solution, который нам предлагают сразу же. Что нам здесь предлагается? Значит, предлагается нам следующее. Значит, у нас есть left to right path и что еще? Complexity. Значит, left to right path improved. Ну, опять, смотрите, тут какие-то словари, какие-то хешмапы. Ну, при этом я, кстати, первым способом решил, мы его и рассмотрим. То есть, здесь у нас мапа, но без уже ограниченных случаев, потому что нам это не понадобится. Тут можно без промежуточных вещей. Давайте посмотрим на roman2integer. Что здесь за страшная вещь написана? Просто ужасная. То есть, смотрите, у меня есть digit map, то есть мапа с моими цифрами. И я говорю, что у меня есть какой-то результат. То есть, если там у меня результат была строка, здесь у меня число. Позиция символа. То есть, что я сейчас рассматриваю. В чем основная идея того, что мы будем делать сейчас? Так, тут какой-нибудь пример есть у них? Так, примера, видимо, нету. Примера нету. И я что-то для вас не написал пример. Это не очень хорошо. Но я думаю, сейчас на словах попробую объяснить. Возьмем, допустим, такое число, как... Так, это c, x, 5. Тут все хорошо. Сложности возникают, когда у нас... Вот смотрите, mc. То есть, вот из cm, x, c, 4. То есть, сложности, опять же, вот с вот этими штуками, которые у нас образуют одно какое-то число. То есть, они читаются вместе. И в чем здесь подвох? Подвох в том, что нам нужно посмотреть и проверять, что вот то, что мы сейчас рассматриваем, то число, что рядом с ним слева не стоит число, которое меньше него. Потому что в арабских числах, например, то число, которое левее, у того разряд старше. А здесь, если слева стоит число, которое, по идее, младше, меньше, чем то, которое правее, значит, они образуют вместе связку. При этом, здесь вся логика в чем? Мы идем справа налево и говорим, что... Мы берем правое, самое правое число. И говорим, если вот то число, которое мы взяли, если левее него нет числа, которые меньше него, то мы просто его тупо дописываем в нашу сумму. То есть, мы пятерку бы скинули, если бы не было слева единицы. Но поскольку есть единица, мы должны скинуть четверку. При этом мы должны не просто посмотреть, а как бы здесь только одна единица, потому что может быть и... Хотя нет, двух единиц не может быть, это уже будет тройка. Не может, не может быть, ребят. Значит, тройка тремя палками рисуется. То есть, мы просто мониторим символ слева. Все, на этом конец. То есть, мы скинем... То есть, вопрос, мы скидываем два символа или один? Один, если все четко, и там слева стоит, допустим, цешка, тогда мы скидываем пятерку в сумму, и дальше уже переходим к цешке. Смотрим, а слева от цешки что? А слева от цешки десяточка. То есть, это вот это 90 у нас получается уже. То есть, мы должны скинуть, как и в ситуации с четверкой, здесь скидываем 90. Потом переходим к М, проверяем, есть ли что-то меньше, видим, что здесь цешка. Поэтому скидываем 900. Тут получается 994. И где тут ответ? Да, вот он, 994. Все правильно. Чуть сложнее этот подход. Ну, задача для понимания. Но, опять же, скажем так, я ее написал самостоятельно, увидел подход и думаю, ну, дай-ка что-нибудь бахну. Опять же, сим позишн, это позиция на конце строки. То есть, мы идем справа. Видите, справа. Результ у меня ноль. И я говорю, до тех пор, пока я не уперся в ноль, при этом ноль меня тоже устраивает. Я должен посмотреть вообще, ну, как это у меня там тот символ, который лежит. И я говорю, что если сим позишн мой, который я рассматриваю сейчас, не равен нулю, то есть, если это не нулевая штука. Сейчас, чуть позже объясню, почему это важно. Ну, то есть, давайте сначала рассмотрим вот эту вот историю. Значит, я говорю, что если Digit Map, то есть, вот эта вот мапа, из которой я буду брать символы. Дальше. Подтягиваю символ из... Давайте я запущу тесты. Вот у меня тест, допустим, с каким-то вот этим. Вот 1994. Давайте посмотрим, как мы его дебажим. Запускаюсь. Запускаюсь и получаю следующую историю. Значит, у меня здесь сим позишн больше нуля. Ну, тут все понятно. Значит, смотрите. S сим позишн. То есть, я беру последний символ. Какой это символ? Я вот здесь вот в дебагере его отображу. Ви. Да? Символ Ви. Действительно Ви. И я вижу, что здесь палка. Мне нужно это как-то проверить. Вот я проверяю, что если у меня то, что возвращается из моей мапы по символу Ви, а вернется мне пятерка, больше, чем то, что мне вернется по символу, которая левее Ви, а левее Ви у меня единица. Да? Вот эта палка. И это единица. То есть, у меня это условие не выполнится. То есть, я... Смотрите. Вот это вот первый Ив, он для того случая, когда у нас только одна единственная цифира. Да? Ну, я имею в виду не четверка, там, не девятка. А когда у нас там просто пятерка, а рядом уже там десятка стоит слева. Да? То есть, большая цифра. Вот. Соответственно, это не играет. Да? И мы говорим. Ну, тогда мы понимаем, что, значит, вот это условие у нас не выполняется. То есть, у меня то, что находится с... Так, прошу прощения. Давайте еще раз. Вот я вот это прямо скопирую. Вот эту вот историю. Немножко глаз уже замыливается. Уже почти на час ролик. Да, true. Вот это условие как раз выполняется. То есть, у меня вот отсюда, вот здесь у меня единица, потому что я по палке вытащил. Вот единица, да? А вот это пятерка. Значит, вот это условие у меня выполняется. И я хочу записать в результат. Что я хочу записать в результат? Я хочу записать, по сути, не просто... То есть, можно было бы тут, знаете, вот проблема в том, что вот была бы у меня здесь четверка, я бы сразу мапнул четверку по вот этим двум символам. Но можно пойти таким путем. Поскольку 4 это 5 минус 1. По сути, то, что вернулось из мапы по вот этой пятерке, минус то, что вернулось из мапы по единице. Я могу просто сделать вот так. Из одной вычесть другую. То есть, я получу здесь 4. Да? И добавить это к результату. А поскольку я знаю, что у меня обработано 2 символа, я двигаюсь на 2 позиции. То есть, минус равно 2. Соответственно, я уменьшаю симпозишн на 2. Да? И ухожу на следующую итерацию цикла. Таким образом, я продвигаюсь от конца к началу. На следующей итерации я получу, что у меня здесь... Ну вот, смотрите, в результат у меня 4 записалось. При этом симпозишн уже 4, а было 6. Вот, значит, симпозишн 4 это что? Это 0, 1, 2, 3, 4. Цэшка. У цэшки здесь десятка. То есть, это 90. И у нас опять выполнится вот это условие. Потому что у нас получается, что симпозишн, то есть цэшка, она больше, чем десятка. Да? И мы точно так же из цэшки, из сотни вычитаем десятку, получаем 90 и добавляем ее к результату. И смещаем на 2. То есть, у меня симпозишн сейчас будет 2. Смотрите. 2 и 94. Все, как мы ожидали. И дальше у меня CM. Вот здесь вот, да? Получается, что... А, прошу прощения, не CM. У меня здесь вот MC. Видите? MC. MC. То же самое. 1000. Вот здесь вот я получаю. А вот здесь вот я получаю 100. И у меня получается, что 1000 больше 100. Я опять прибавляю здесь. Ну, добавляю уже 900. У меня получается 994. И int 0 становится. Видите? 0. И теперь мы приходим вот к этому условию пресловутому. И в симпозишн не равно 0. Почему я его здесь написал? И почему оно должно быть на первом месте? Потому что, если его либо вообще не написать, да? Либо написать его после вот этого условия. То сейчас мой интерпретатор попытается сравнить то, что по диджитмапу. Ну, то есть он попытается вытащить из S симпозишна. То есть из нулевой позиции символ. Это удастся. М-ку вытащит. Но когда он попытается вытащить из симпозишн минус 1. Это же будет минус 1. То есть он попытается вытащить, ну, как бы не тот символ. Он попытается вытащить минус 1. То есть он попытается пятерку вытащить. С конца снять элемент. Меня это не устраивает. Поэтому я должен делать проверку на 0. И проверка на 0, вот если она не пройдет, он не пойдет уже смотреть сюда. Да? То есть он знает, что не выполнено. Поэтому он пойдет сразу вот в это место. А когда у нас остался только один символ, только вот этот нулевой. Ну, мы знаем, что все, там слева уже ничего не может быть. Можем просто к резалту дописать то, что нам из симпозишна вернется. Ну, и тут уменьшить на единицу. Но тут вот это уменьшение сделано на тот случай, если бы у нас там слева были еще символы. Если бы мы не прошли, то есть, допустим, вот по этому условию здесь бы не отработало. И мы бы проверяли вот эту историю. И она бы не сработала, и мы сюда бы не просочились. Соответственно, если мы сюда переместимся в резалт, мы увидим, что в резалте у нас 1994 и все проходит. И давайте посмотрим на то, что у нас здесь по сабмиту. Все принято. Посмотрим, насколько мы быстры и хороши. Вполне неплохо по времени. Тайм-комплекски лучше, чем 85% того, что сделано. По памяти 14 мегабайт, 26,77. То есть вот здесь. Но при этом вот эта палка означает, что довольно многие так решили. Ну, и я тоже считаю, что вполне себе, как это в данном случае, память дешевле, чем быстродействие. Поэтому будем пользоваться этой историей. Значит, собственно говоря, 4 задачи мы разобрали. У нас тут много всего еще интересного. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам такой контент длинный. Видите, час целый потратил на эту историю. Вообще, насколько вам понятно, ну, нужно ли делать такой контент. Если вам контент понравился, оцените его, пожалуйста, лайком, репостом. Очень буду благодарен за ваши микродонаты на Boosty. Друзья, вы меня просто спасаете и позволяете освобождать время для вот подобного рода проектов, а также других. Там много разного отложенного контента уже выложено. Отложка будет пополняться. Так что, если хотите, присоединяйтесь. Вот. Что? Жду вашего фидбэка. Друзья, спасибо. Вы молодцы. Учите питон. Решайте задачи с лид-кодом и код-ворсом. Всем пока.